Это дом, библиотека, дорога, машины. Как и все мальчишки, он обожает машины, танки, самолеты. Таким Тимофей Самцов нарисовал свой родной Минск. Подарок ко дню рождения любимого города. Конечно, меча не мы отмечаем, фейерверки смотрим. Ну вот это... Здравствуйте, ребята. Ребята, здравствуйте. Леша. Леша довольный. Леша любит у нас внимание, да, Леша? Непростую историю каждого из этих ребят, директор дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития Андрей Жданович знает очень хорошо и за каждого переживает. Здесь живут 98 ребят, и лишь к 18 из них приезжают родители. Кого-то осуждать, это, не знаю, неправильно, потому что у каждого есть жизненные обстоятельства, сколько инстанций пришлось обойти, чтобы здесь разрешили поклеить обои и постелить ковры. Чтобы казенное учреждение было уютным, чтобы дети с тяжелыми диагнозами улыбались. Его девиз – бороться, даже если очень трудно. Этому Андрей Жданович учит и ребят. Сегодня их добрый наставник стал Минчанином года. Но, говорит Андрей, скромно и так искренне, каждый из этих маленьких борцов заслуживает этого звания. Они это заслужили, правда, ребята? А маленькая Лера родилась аккурат ко дню города. Выписывали из шестого роддома с размахом, под музыку Баха, Моцарта, да еще и с президентским оркестром. Знаете, получить дочку на руки – это многие ощущения. У меня сразу навернулись слезы на глазах. Площадь Свободы – это самое знаковое историческое место города Минска. Здесь, в принципе, город, как столица, и сформировался. С чего начинался сам Минск, знает Сергей Багласов. Архитектор уверен, город способен сочетать в себе самые разные стили. Главное – подходить ко всему с умом. Судьба этого места вообще очень непростая. То, что мы здесь видим, ратушу, церковь Святого Духа, вот эти здания исторические, их могло и не быть. В принципе, все это предполагалось в 70-е годы снести и создавать здесь такой новый социалистический город. Но как-то поменялась ситуация, и люди осознали, что это все очень ценно. 952 года назад здесь, у берегов Свислочи, люди так же, как и мы, строили, жили и верили в светлое будущее. И сегодня в историческом верхнем городе праздник не только Минска, национальных культур. Ведь в столице живут люди самых разных национальностей. Минск – это и мой дом тоже. Я каждый день наслаждаюсь этим городом и всем сердцем желаю ему долголетия. Я желаю Минску быть таким же красивым и всегда жить в мире, чтобы не было войны. Это очень важно в наше время. И чтобы он процветал. И мы процветали вместе с ним. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как можно не любить этот красавец город, за его красивые бульвары, за его гостеприимных жителей. Здесь всех объединяет одно – любовь к нашей столице. Мастер Вань Тянши приехал из Китая с подарками специально для горожан. Настоящий кукольный театр своими руками. Это куклы из кожи осла. Одно из самых древних видов китайского искусства. Я хочу подарить их любимому Минску. Пускай горожане знают, в Китае к этому городу особенно светлые чувства. И, конечно, каждый праздник – это еще и традиция. Но даже такое, казалось бы, официальное мероприятие, как возложение цветов у стелы «Минск. Город-герой» получилось ярким. Спасибо военному оркестру. Что ж, Минск вдохновляет. Подарок о дне рождения города приготовили артисты. Я потомственную Минчанку. У меня и мама родилась в Минске. И тут дедушка совершенно рядышком родился. Поэтому для меня Минск – это действительно родной город. Я очень много езжу за рубежом. И всегда вроде там хорошо, там хорошо. Но приезжай домой, но это дома. Но это дома. У меня внук сказал, я когда приезжаю домой, я хочу встать на колени и сказать «Здравствуй, Минск! Здравствуй, Беларусь!» И здесь же у стелы они исполнили песню о любимой столице. Премьера. Возможно, совсем скоро именно эта песня станет неофициальным гимном Минска. Под музыку да с ветерком. Свой заезд в этих автомобильных гонках они посвящают столице. Когда я завожу мотор, я думаю о том, чтобы он хорошо работал, я доехал. Ну что, поехали? Посоперничать за лучшее время на трассе с профессионалами могут и любители. Доливая только адреналин, ты идешь только к победе. Если не думаешь ни о чем, мозг отключается, ты превращаешься в гоночное животное и едешь. Настоящие гонки в этот день и у представительниц прекрасного пола. Девушки со всей страны съехались в Минск, чтобы проверить каблучки на прочность. Как минимум 5-сантиметровые получился самый красивый забег. Чем не подарок городу? За каблуки я не боюсь. Если поломаю каблук, конечно, расстроюсь, но адреналин важнее. Ребята из дома-интерната тоже на празднике родного Минска. Первым делом приехали в Парк Победы. Я очень люблю фейерверки и очень-очень их жду. Ждет не только Стас. Праздник сегодня у всех без исключения. А как иначе, счастливым в любимом городе должен быть каждый. Наталья Козей, Елизавета Кочуренко, Мария Буката, Михаил Максимов. Наши новости. Субботний выпуск.